Адалин Черно Теоретически, если ты быстро выбежишь из кузова, то сойдет. По плану так и должно быть, напоминаю. Значит, похоже. Но на парня ты, конечно, не тянешь. Да, разочарованно тяну, осматривая себя в зеркале. Как по мне, так мои женственные формы тщательно упакованы под этим мешковатым спортивным костюмом. И кроссы на пять размеров больше смотрятся, как на парня. А еще эта шапочка, натянутая низко на лоб. Брови, правда, излишне утонченные, но если растрепать их щеточкой в разные стороны, сойдет. Губы можно слегка всосать внутрь, и все будет не так плохо. Разговаривать, конечно, в таком положении не получится, но я и не планирую. План у нас с Идой продуман до мелочей. Я забираюсь в кузов припаркованного у дома автомобиля, прячусь среди товара, а потом, когда мы отъедем на достаточно безопасное расстояние, я привлеку внимание водителя стуком и сбегу. Вылечу из кузова, что есть силы, и побегу, куда глаза глядят. Сбегу в одежде мальчика, чтобы водителю в голову не пришло рассказывать о случившемся отцу. Мы даже репетировали. Ну, как мы? Я. Ида стояла в стороне и истерически смеялась, глядя на мои потуги, быть быстрой и неожиданной. Походка у тебя, конечно. Парни так не ходят. А как? Я не замечаю в своей походке ничего особенного. Аида цокает языком и закатывает глаза. Делает так всякий раз, когда я прошу ее объяснить мне очевидные ей вещи. Более размашисто и небрежно. Ходи так, словно ты центр вселенной. Стараюсь, репетирую, а Ида снова ржет. Что на этот раз? Как центр вселенной Белла, а не как Джейло на выступлениях. Нет, это невозможно. Восклицаю. И я Лиза, Ида, Лиза. Угу. Только по паспорту-то Изабелла. Не напоминай. Рявкаю на подругу в который раз за сегодня. Мое имя, еще один мой триггер и папочкин загон. Понятия не имею, почему моего брата отец назвал нормальным именем Демьян. А меня, как он утверждает, аристократическим, царским. Только вот если до выхода саги про неприступного Эдварда и простенькой Беллы это имя смотрелось как диковинка, то после... Папочка совсем не подумал, как мне жить, будучи Беллой. Ведь Изабеллой меня, разумеется, никто не называл. Я, конечно, надеялась, что после восемнадцати смогу сменить имя на Елизавету. Но папа и слушать не хотел. А сделать это без разрешения мне все равно не удастся. Отцу, как только я приду с заявлением, сразу доложат. А твой брат не сможет мне помочь? В чем? В этих их мужских штуках. В походке там, в мимике, в жестах. Ты все равно не станешь похожа на парня, Лиз. Никак. Ты слишком... сладкая. И красивая, конечно же. Парни такими не бывают. Так что лучше бери кроссовки и пошли прыгать с плит. Отточишь мастерство и сможешь удрать от этого дальнобоя так быстро, что он и не поймет, кто бежал. Ладно. Переодевшись в удобные шорты и футболку, запихиваю кроссовки сорок второго размера в пляжную сумку. Туда же отправляю полотенце, крем для загара Парео. Накидываю сверху, чтобы не было видно кроссовок. Одежду, которую Ида стащила для меня у брата, прячу в одну из верхних коробок в своем гардеробе. Туда последние несколько месяцев никто не заглядывал. Я там храню свою зимнюю обувь, но одной парой все же пришлось пожертвовать ради припрятанных мужских шмоток. Госпожа Изабелла, а вы куда это? На выходе меня останавливает наша экономка, или, как ее называю я, старожевой цербер отца. На солнышке позагорать, Дарина, отвечаю с улыбкой. В разгар лета особо не загоришь. И то, правда, соглашается. Костика вы же берете? Разумеется. Без Костика из дома я просто не выйду. И Дарина это прекрасно знает. Однако все равно спрашивает. Стерва свободная. Но ничего. Еще немного и такой же свободной буду я. Улечу из этого золотого гнезда и буду жить так, как мне захочется. За последние несколько лет я скопила приличную сумму денег и железобетонную уверенность в том, что хочу сбежать из этого дурдома. Ты точно уверена, что хочешь этого? Словно подслушав мои мысли, спрашивает подруга. Все ведь не так плохо. Ты можешь гулять, где хочешь, учиться, ходить в клуб. Под присмотром надо заметить. И все же... И да, вздыхаю. Чем старше я становлюсь, тем больше запретов. К тому же, ты ведь знаешь, что отец запрещает мне встречаться с парнями. А я... Я хочу! Я очень хочу, наконец, влюбиться. Или хотя бы поцеловаться. Можно даже без любви. Я ведь только найду кого-нибудь в клубе. И Костик тут как тут вырисовывается. Следит. Костика мы находим возле автомобиля. Как и всегда, он тщательно осматривает автомобиль. «Привет, Костик. Мы на пляж». Нахмурившись, кивает нам на задние двери машины. Внешний Костик двухметровый широкоплечий амбал с жутким выражением лица. Устрашение ему придает шрам на полщики, искривленная челюсть и вечно злой взгляд. Любой парень, с которым я знакомлюсь в клубе, ретируется сразу, как с ним сталкивается. Он мой личный отпугиватель противоположного пола. От пристального внимания Костика мы освобождаемся у спуска на пляж. Он, конечно, моя охрана, но пялиться на мою оголенную задницу не позволено даже ему. Он остается в автомобиле, а мы с Идой бежим вниз. Там, недалеко от кромки воды, расположены те самые плиты, на которых мы проводим репетицию. Чтобы сбежать из дома, мне придется спрятаться в кузове грузового автомобиля среди товара. Выбраться оттуда получится только тогда, когда водитель откроет дверь. Дабы не попасться, придется быстро спрыгивать и бежать, куда глаза глядят. В кроссовках на пять размеров больше сделать это непросто. Но я упорно тренируюсь, учитывая, что уже завтра фура покинет задний двор нашего особняка. «Это невозможно», — хнычу я, спрыгивая на колени. «Обязательно надевать такую большую обувь?» «Учитывая, что даже с такой конспирацией отец все равно узнает, как ты сбежала, не обязательно. С таким же успехом ты можешь одеться в платье». «Нет». «Пока водитель будет думать, что я парень, отец не узнает, как я сбежала. Это выиграет мне несколько дней, за которые я доберусь до места своего пребывания». «Как, кстати, ты будешь добираться?» — спрашивает подруга. «Разберусь на месте. Телефон я уже купила, а там составлю маршрут, исходя из местоположения. Учитывая, что водитель может открыть кузов ночью, посреди трассы, где-нибудь в глухом лесу или деревне. И еда», — рявкая в очередном неудачном прыжке. «Ты должна меня поддерживать и не пугать. Я реалистка, Белла. Твой план трещит по швам, стоит копнуть глубже». Глава вторая ТАР «Всё готово», — сообщает Тимур Тагаев, когда я приезжаю, чтобы проконтролировать погрузку. «Даже кузов закрыли. Я, пожалуй, проверю». С Тагаевым я сотрудничать не хотел, но он настоял. Обратился ко мне в компанию не так давно. Сказал, ему нужно перевезти важный товар, и потребовал, чтобы транспортировкой занялся именно я. За те деньги, что он предложил, у меня просто не было возможности отказаться. Тем более сейчас, когда мой брак трещит по швам, и любимая некогда жена требует половину всего, что я имею. Половину построенного садским трудом бизнеса, часть дома, три машины. Я планирую откупиться, и те деньги, которые Тагаев заплатит за заказ, придутся кстати. Отдавать Лене часть бизнеса не входит в мои планы. Я его с таким трудом строил. Начиналось все с кредита на грузовой автомобиле первых далеких путешествий в одиночку. Помню, как не спал ночами, гнал, чтобы скорее выполнить заказ и взять следующий. В люди хотелось дать любимой женщине все, что она заслуживает. Сейчас у меня своя транспортная компания, огромный автопарк и несколько десятков водителей. Я давно не исполняю роль дальнобоя, но в этот раз решил не отказываться. Все, порядок, комментирует Тимур, но сам почему-то нервничает. Переминается, пока я запрыгиваю в кузов и смотрю на товар. Вскрываю несколько коробок из тех, что размещены спереди, в середине и сзади. Не доверяю я Тагаеву, боюсь, что вместе с заявленным товаром они добавят туда еще несколько сюрпризов. Хотя, конечно, документы у меня на руках, в случае чего все претензии предъявят ему, но и я попаду. И на деньги, и на время, пока будет проходить разбирательство. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Продолжение следует...